Маска пополнит коллекцию, либо пойдет кому-то на подарок. Гляньте, какая, как вам? Нужно оставить им залог 2 злотых. 2 злотых. Блин, у меня злотых вообще нет. Так, как же это придумать? Спасибо. Потому что они в таком виде. Привет, я приехал в Гданьск. Здесь, короче, очень красивые дома. Действительно, есть на что посмотреть. В этом видеоролике постараюсь вам показать достопримечательности, основные какие-то моменты Гданьска, куда стоит сходить, что посетить, музеи. Сейчас как раз направляюсь я в музей Второй мировой войны. Очень много мне посоветовало именно этот музей. Так что постараюсь вам что-нибудь записать о нем, показать какие-то интересные моменты. Людей много. Хоть сейчас погода не очень, довольно прохладно. И дождило вчера, целый день дождь был. Но туристов много, люди отдыхают. Короче, им довольно клево, ребята, здесь. Смотрите, какая. Вот, на главную улицу Гданьска. Вот эти киоски с янтарем по всей-по всей аллейке находятся. Можно выбрать себе что-нибудь прикольное. А вот the price, this one. I can sell you for 220, so. Cool. Это сертификат Амбер, с высоким сервером. Это один сервер? Да. Спасибо. Вот так можно пройтись вдоль набережной. Такой вот канал. Здесь, собственно, плавают как совсем маленькие такие вот. Сейчас видите, так и побольше судна. Есть экскурсионные, в которых рассказывают достопримечательности, историю Даньска. Вот город поделен на два формата. Можно взять экскурсию по старому городу и по центру города. Так, вот вдоль набережной какой-то небольшой магазинчик с антиквариатом написано. Ну, скорее всего, здесь только книги. Если вам длина, они будут правы, 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 правы. Ух ты, во! Ребята, смотрите, что я прикупил в антикварном магазине. Это реально очень прикольная такая маска. Сейчас по состоянию дерева можно посмотреть сзади, да, в каком формате, какое дерево, как оно морилось. То есть оно технически реально довольно-таки старое. То есть такая тематическая маска, мне кажется, она реально стоит. Соплатил я за нее, просил за нее продавец где-то 100-120 злотых. Честно говоря, у меня с собой было 70, ну где-то злотых 90. Я сказал, что вот, парень, у меня вот есть 90, хочешь, давай так, ну либо попозже и когда-нибудь зайду на обратном пути. Ну, он решил, решил, раз есть покупатель, раз дает деньги, надо соглашаться. Тем более маска у него дофига других было. Вот такой вот подарок, вот такая вот маска пополнит коллекцию, либо пойдет кому-то на подарок. Гляньте, какая, как вам? Стало интересно, по какой цене есть маски на eBay, которые продаются вот такие хендмейт из дерева. Зашел, так и написал, искал сразу не африканские маски, потому что у меня маска точно не африканская, а какие-то другого производства, другого происхождения, потому что визуально видно, что отличается стиль. И довольно дорогие цены масок. Маски есть разные, и подороже, и подешевле. Ну, есть прям очень красивые, кстати. В основном, я думаю, это все резьба, вот, и прямо по 300 долларов, и по 100 долларов, и какие-то более-более крутые, навороченные. Ну, то есть, вполне вероятно, видите, мы можем посмотреть даже обратную сторону, она очень-очень похожа, совпадает, да, по стилистике, по оформлению, конкретно с моей маской. Так что, вполне вероятно, что такие маски довольно дорого ценятся. И есть коллекционеры, которые покупают, собирают. Я брал для себя, потому что она понравилась, довольно интересная была. Вот. Ну, цены, как видите, на eBay довольно разные. Вот. Видите, обратная сторона, видно, что это дерево и врезалось. Вот такая, вот такая вот масочка у меня. Ну, вот так прибывает. Попал. Или как это называется? Сзади видите такое вот колесо обозрения и разводной мост. Давайте посмотрим. Я так понял, люди ждут, ждут посадки на, собственно, или просто на мостах ждут, когда мост кроется. Такой еще корабль довольно быстро, кстати, едет, плывет, да, едет по воде. Вот, гляньте, не даром мост развели, потому что он очень высокий. Экскурсионный вот этот корабль. Просто вам видео покажу. Гляньте, портолетит. Вот там вот вдалеке, это вот музей Второй мировой войны. Сейчас туда я отправляюсь. Единственное, что не наменял я себе местные валюты, злотых. После того, что у меня было, отдал замазку. Ну, у меня есть карточка монобанка. Надеюсь, можно будет заплатить картой. Так что, ребят, вообще очень советую монобанк. Кто не зарегистрировался, обязательно регистрируйтесь, получите 50 гривен себе на счет. Вот, бонусный от меня, который можно потратить абсолютно реальные деньги. И вообще в поездке рекомендую брать с собой карты. Почему? Потому что, когда вы приезжаете, например, в страну и не успели зайти в обменку, не успели, например, что-то поменять, потому что не во всех странах Европы евро ходит. У каждой страны есть свои особенности, свои деньги. Вот Прага, кроны, здесь злоты. То есть, если вдруг вы с пересадкой или еще что-то, просто-напросто у вас не будет валюты. А карточкой вы платите, и у вас автоматически конвертируется по курсу Мастеркард. Курс, кстати, иногда даже лучше, чем вы можете найти у себя в стране или здесь в обменках. Так что довольно удобно. Вот такие еще автобусы ездят туристические, на которые можно брать билеты. И как оно работает? Ты берешь на весь день, и потом просто-напросто можешь путешествовать, ездить на этом автобусе и смотреть достопримечательности, тебя ввозь по городу. Подойти ближе, вообще, гляньте, как такое вот бетонно-металлическое стеклянное здание. В принципе, оно даже немножко просматривается. Хотя, да, экспозиции внутри не видно, что за экспозиции. Так, где понять, где главный вход у нас? А, наверное, такие здесь. Все, сейчас зайдем, узнаем, можно ли платить там карточкой. Гляньте, какие ступеньки. У нас сейчас в Харькове тоже сделали такую вот лесенку, где можно сидеть и тусить. Как и в Европе, как говорится. Вот, заходим в музей. Гляньте, какие дорожки специальные. Первый раз вижу, чтобы кассы были на минус третьем этаже. Что-то новенькое совсем. Не нужно дождаться этого лифта. Ну, либо пойти к школу. Что мы выберем? Конечно, лифт. Да нет, я пошутил. Никакой не лифт, а пойдем пешком. Чтобы показать и посмотреть, что тут есть. Такое интересное. Так, на самом деле, я не проверял, есть ли тут Wi-Fi. Но мне сказали, что можно заплатить картой. Это великолепно. Так, ну что, смотрите, какой у нас спуск. Какие-то бюсты стоят разных деятелей. Склеп-музеем, это магазин. Блин, да. Ребята, да ладно. Только не говорите, что это очередь за билетами. О, да. Главное, быстро кассы прошли. Вот тут несколько человек работает. И мы распределяемся равномерно по всем всем этим менеджерам. Так что хорошие новости. Hello. 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 How about the price the normal ticket? 23. 23. Can I pay my card? I'll decide La Station. Okay, thank you. Так, у нас на 23, 23 стоил вход в музей. И 5 злотых я взял аудиогид. Есть на русском языке, на немецком, на английском. То есть можно взять то, что нужно. Видите, какая красота. Видите, какая красота. Ну, короче, взял я аудиогид. Короче, сразу девочки такие мне говорят. Я на английском подошел, спросил. Они говорят, вам на русском языке включить. Я говорю, да. Короче, они как-то все поняли. Так, попросили рюкзак оставить в камере хранения, чтобы не носить его с собой. Так, надо подумать, как это сделать. Потому что ключей я тут не наблюдаю, чтобы они висели. А, наверное, потому что они либо... А, вот и есть. Один ключик есть. Сейчас оставим. Короче, чтобы оставить свои вещи в этой штуке, нужно оставить им залог 2 злотых. 2 злотых. Блин, у меня злотых вообще нет. Так, как же это придумать? Так, выход из ситуации есть. Можно попросить в гардеробе жетон для того, чтобы оставить в камере вот такой вот жетон. Собственно, медали для использования непосредственно в этих камерах хранения. Ну, нужно его вернуть. Просили, пожалуйста, вернуть. Так что так. Так, ну что, погнали. Опа! На месте. Победа! Все. С рюкзаком точно не пускают. Девочки сказали, обязательно оставлять. Здесь приходит сразу аудиогид. Такой вот я взял на русском языке. Нормально рассказывают. И автоматически включается. И приглашают сразу зайти в зал, в котором рассказывается про Первую мировую. Ну и почему, собственно, это все начало происходить. А что можно сказать? Отлично работает аудиогид. То есть ты подходишь к экспозиции, он автоматически включается. И довольно подробно и доступно объясняет. Очень круто. И что-то у нас не всегда это все в автоматическом режиме работает. Нужно там выбирать, настраивать и так далее. Вот, например, как в Праге мы были и там просто-напросто невозможно было смотреть экспозиции. Потому что мне удобно было находить их. ФИАТ 508 Волива, который был произведен во время правления Бенитом Махалине и был автомобилем Белонарода. Смотрите какие чашки и ёлочные игрушки. У меня есть видео на канале про ёлочные игрушки. Здесь ёлочные игрушки со свастиками и ёлки-палки. Я такого еще не видел в нынешней мастики. Вот такая реконструированная улица польского города. Вот так выглядели до войны улицы Польши. Детская игрушка найдена в Польше во время войны, после войны. Немецкий мотоцикл, который использовался в разведывательных целях. И использовался также в Германии для ведения каких-то наземных операций. День очень крутой. Действительно много интерактивного всего. Как вы видели много всяких крутых штук. Сделано удобно на разных языках. И всё работает. Вот это современные музеи, которые должны быть вообще, мне кажется, везде. Так что приезжайте в Гданьск, посещайте этот музей. Действительно стоит потратить свои два часа времени на такую интересную экспозицию. Вот давайте я вам сейчас его еще раз покажу. Как он выглядит. Вообще крутота. Выходные археологии. Гляньте, какие разные-разные тут шатры. С какими-то прикольными тут и книги могут быть. Еще что-то. Выставка. Демонстрация разных, например, оружий, луков. Ну, довольно интересно и креативно. Здесь сосиски жарят. Довольно так прикольно на свежем воздухе. Солнечная погода. Вот, а даже отдельные шатры есть. Сейчас посмотрю, какие тут еще вы... Уже, правда, заканчивается и уже все собираются, но... Это очень похоже на, да, литье, литье. Сейчас покажу. Сейчас покажу. Делают стекло. Смотрите, какое стекло. Какие стеклянные отливают. Так, а это какая-то, видимо, курган. Собственно, как проводятся раскопки. Было показано, как правильно. И вон. Очень похоже на топорик. Какие-то какие-то. Ренчные, крок по кроку, маловались. Да. Это слишком опасно, чтобы быть в публике, без провизии. Ааа. И... Ааа. Да. Ааа. 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 Это не метал. Это не метал. Это не метал. Это не метал. Но это выглядит как метал. Да. Потому что наш коллега сделал... Он был очень патентом. Он был очень патентом в патенте. Ааа. Он делал это долгое время. Угу. Он взял его время. И все результаты хорошо. Более какую-то такую туристическую улочку. Здесь такие довольно старые дома. Ой, это что-то такое антикварное. Выглядит очень круто. Какая-то антикварная. Антикварный магазин. Слушайте, надо заскочить сюда. Ой, и не только магазин антикварный. Вот такие маленькие шахматки. Прикольно. Это не все, конечно, похоже больше на сувенирные маски. Да. То есть такой магазин. Сувенирный магазин. Китайский магазинчик. Масса. Одно из заведений, то что вот мы планировали сходить. Клуб. Называется Бункер. Выглядит он, конечно, трешово со стороны. Реально. Сейчас интересно посмотреть, что там внутри. Он как бункер или нет. Нет. Реально как бункер. В городе тишина, спокойствие. Все обменки работают через одну. Вот. То есть не все работают. Магазины работают точно очень-очень выборочно. Только основные там несколько, которые сетевые. А так, а так, а так очень слабо открыт. Магазины работают. То есть, а так очень слабо магазины. Ну что, какой-то прикольный домик. Такой стильный. Вот и центр города там начинается. Сейчас пойдем сюда. Вперед. И думаю, стоит где-то перекусить. Думаю, стоит где-то перекусить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова